Госпожа Цуркану Каждый понедельник парламентарии встречаются с гражданами. Госпожа Цуркану едет в северный регион, где встречается с людьми из разных населенных пунктов и организаций. Ее коллега в парламенте, господин Маринеску, депутат от оппозиции, проводит аудиенцию граждан из центральной зоны. Эти встречи позволяют депутатам лучше понять, что происходит в стране, а граждане могут лично рассказать народным избранникам о своих проблемах. После ряда встреч с местными властями, администрацией школ и родителями, госпожа Цуркану убеждается в том, что проблема правильного питания детей в детских учреждениях требует вмешательства властей. Она подготавливает законодательную инициативу для включения сезонных фруктов в обеды во всех детских садах и школах Молдовы. Она считает, что правильное питание детей так же важно, как и образование. Господин Маринеску, в свою очередь, узнает, что у фермеров нет рынка сбыта. Он решает поддержать инициативу госпожи депутата, так как данная инициатива поможет местным производителям в реализации их продукции. И эта инициатива также поддержит производителей фруктов Молдовы. Проект госпожи Цуркану представляется в специализированную комиссию, рассматривается и одобряется другими комиссиями. Если законодательная инициатива будет поддержана и наберет достаточное количество голосов на пленарном заседании, она станет законом. Спустя несколько месяцев после принятия закона депутаты отправляют запрос ответственным правительственным органам. Проверка деятельности государственных учреждений называется парламентским контролем. Парламентский контроль помогает депутатам следить за выполнением закона и эффективностью новых норм. Если закон не работает, законодатели требуют решения проблемы, отставки ответственных лиц или возвращаются к регламентированиям для их исправления. У депутатов ненормированный график работы. В течение четырех лет они должны работать на благо людей 24 часа из 24. Парламентарии, независимо от того, в большинстве они либо в оппозиции, должны работать в интересах народа, потому что от их решений зависит наше будущее. Общество должно быть внимательным к тому, что делают депутаты, чтобы их работа приносила пользу людям. Мы, граждане, на парламентских выборах оказываем доверие депутатам. Если тебе 18 лет и ты гражданин Республики Молдова, приди на выборы и выбери людей, которые будут представлять твои интересы. И ты однажды можешь стать депутатом. Когда вырастешь большой, стань кандидатом на парламентских выборах, чтобы служить людям. А пока информируйся, участвуй, высказывай свое мнение. Выбери свой парламент.